В эфире информационная программа события в студии Александр Маркеев и коротко о главном. Вдвое больше денег второму городу области. Масштабный ремонт дорог в Кузнецке одна из приоритетных задач на ближайшие годы. Стараемся в 2022 году вам помочь увеличить объем средств Дорожного фонда на решение этой задачи. Память о военных и трудовых подвигах бессмертна. В Пензе отметили День Героев Отечества. Мы обязаны чтить память этих людей. Юбилейный концерт «Маэстро» по случаю своего дня рождения Владимир Каширский подарил пензенцам шедевры мировой академической музыки. Хорошая лечит, плохая калечит. Мы стараемся с хорошей музыкой иметь дело. Самая наболевшая проблема для жителей Кузнецка, а именно ужасное состояние большинства местных дорог в ближайшее время будет полностью решена. В 2022 практически вдвое увеличится объем денежных средств, которые направят на ремонт проезжей части. Такое решение было принято губернатором Олегом Мельниченко. Его он озвучил на встрече с главой администрации второго по величине города региона Сергеем Златогорским. Более 60% кузнецких дорог в плачевном состоянии. На встрече с губернатором Сергей Златогорский отмечает. Ежегодно на ремонт выделяются немалые средства, но финансирования хватает разве что на устранение локальных недостатков. В итоге к решению злободневной проблемы решено подойти радикально. Местные власти уже достигли договоренности с инвестором о строительстве асфальтового завода. Исправить ситуацию поможет и область. Стараемся в 2022 году вам помочь, увеличить объем средств дорожного фонда на решение этой задачи. Надо это, конечно, будет сделать достаточно ответственно и оперативно. Ну и, конечно, на следующий год продолжим ставить детские площадки во дворах и благоустройство дворов. Кузнецк должен выглядеть достойно. Качественные, а главное, безопасные дороги важны и нужны не только для местных жителей, но и для увеличения инвестиционной привлекательности. Хотя по этому показателю Кузнецк один из передовиков в Пензенской области. Так, с января по ноябрь этого года объем вложений там составил порядка 2 миллиардов рублей. Показатели отгруженных товаров по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросли более чем на 170%. Реализован целый ряд серьезных проектов. Конечно, основная инвестплощадка у нас это технопарк Кузнецкий. Вы там были, видели. Значит, в этом году два проекта закончены. Сейчас еще очень крупный проект. Это следующий год реализации. Я хочу отметить, что это предприятие приступило к реализации социальной программы. Мы сейчас решаем с ними вопрос по строительству жилья для работников под новое производство. Порядка 100 миллионов рублей вложено в развитие мебельных предприятий Кузнецка. Кроме того, вскоре местные компании смогут частично компенсировать процентную ставку по кредитам. Олег Мельниченко поручил областному министерству экономического развития и промышленности проработать вопрос датирования ведущего кластера второго по величине города-региона. В Пензе на проспекте строителей вновь внесены изменения в схему движения транспорта. Это необходимо для укладки нового канализационного коллектора. Временные ограничения в этот раз затронули преимущественно тех, кто проживает вблизи него. Первая часть трубопровода уже проложена в ноябре. Сейчас подрядная организация приступает к работам на следующем участке. Из-за этого до 15 декабря запрещен один из въездов к дому номер 10. Доступ к нему для автомобилистов сохранен со стороны первого подъезда. В ближайшее время перекроют дорогу и к многоэтажке под номером 12. Водителям можно будет пользоваться той, что рядом с 20-м. Соответствующие знаки уже расставлены. Станкостроительный кластер в Пензенской области уже создан. И это первое такое объединение в России. Все предприятия, вошедшие в него, специализируются на разработке и производстве металлообрабатывающего оборудования, узлов и комплектующих изделий для отрасли. Теперь это единая команда. А как известно, действуя сообща, можно достичь многого. Пензенские предприятия могут стать серьезными конкурентами для зарубежных компаний. Этому станет способствовать новое промышленное объединение. Станкостроительный кластер. Прежде всего, его деятельность будет направлена на серийное производство высокотехнологичного оборудования. Повышение его качества и снижение себестоимости. Кластер же это ведь ключевой вопрос для того, чтобы организовать потом выпуск и использовать интеллектуальный потенциал тех предприятий, которые расположены в Пензенской области. Это вопрос организации выпуска комплектующих изделий. А выпуск комплектующих изделий – это получение статуса отечественного производителя. А получение статуса отечественного производителя – это использование тех мер государственной поддержки, которые есть. То есть тут такой большой комплекс вопросов, который решается. Сегодня значимый день. Сегодня практически будет юридически, наверное, закреплено создание кластера. Правильно? Это очень здорово. Это вот, ну, можно назвать это вторым дыханием развития станкостроения в Пенинском регионе. В станкостроительный кластер вошли 15 компаний. Старт работы объединения дало подписание соглашения о его сотрудничестве с Министерством экономического развития и промышленности региона, Центром кластерного развития и Фондом развития промышленности Пензенской области. В дальнейшем это поможет предприятиям получить дополнительные меры государственной поддержки. Сегодня в нашей стране День Героев Отечества. Памятная дата вернулась в календарь в 2007-м в Российской империи. До Октябрьской революции 1917 года она была отмечена как День Георгиевских кавалеров, так как именно в эти числа в 1769-м Екатерина II учредила императорский военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, высшую воинскую награду государства. В современной России 9 декабря вспоминают всех, кто стоял на защите интересов родной земли. В Пензе торжества прошли на набережной у Стеллы слава героям. Патриотическая музыка начала звучать из динамиков еще до торжественного построения. В назначенное время старт мероприятию дал заступивший на свой временный пост караул. Сегодня героев поздравить хотим. Вас много, мы вами гордимся. О героях Отечества, в том числе и о тех, которых дала родине Пензенская земля, говорили не только в стихах, но и в цифрах. Причем речь шла как о военных, так и о трудовых подвигах, совершенных ими во время войны и после нее. 279 человек, родившихся и живших в нашей области, удостоились звания Героя Советского Союза. Еще 184 – социалистического труда. Также регион славится 12-ю героями России. Русский человек проявлял себя героически во всех трудных делах нашей Родины. Не только на полях сражений, но и в годы мирного труда. Мы обязаны чтить память этих людей. В память о героях, уже ушедших из жизни, прошла минута молчания, а после этого собравшиеся возложили цветы перед Стеллой слава героям. А православная церковь 9 декабря чтит память святителя Иннокентия Иркутского, который главным делом своей жизни считал просвещение. Два столетия назад, благодаря его проповедям, тысячи людей были обращены в христианство. В трудах и лишениях епископ обретал твердость и смирение. Сегодня руководство, преподаватели и воспитанники Пензенской духовной семинарии отмечают престольный праздник. Храм при учебном заведении возведен во имя этого святого. О великий Христоф угодничай, святителю Отче Иннокентия, услыши нас, Тебе молящихся, и весье наши скорби и недуги. Торжественное богослужение в Пензенской духовной семинарии в престольный праздник здесь вспоминают Иннокентия Иркутского. Образованное учебное заведение было больше двух веков назад. За эти годы менялись здания, где размещалась православная школа, но всегда при ней действовал храм в честь почитаемого свидетеля. Он не оставил своих трудов, своих главных трудов в проповеди Слова Божия. Он обратил многие народы Сибири ко Христу. Он образовал новую Иркутскую епархию, в которой он стал первым архиереем. И, собственно говоря, конечно, для нового учебного заведения, какой еще нужен был небесный покровитель. Думаю, что, наверное, у вас, как в гражданских светских вузах, нет задолженностей по предметам. У вас нет нарушения дисциплины. У вас страшная мотивация на получение знаний, в отличие от гражданских студентов. Почему? Потому что у вас твердая убежденность. Вы выбрали свою профессию по призванию. Поздравительный адрес от главы региона Олега Мельниченко зачитал вице-губернатор Сергей Федотов. Сегодня в учебных программах семинарии отражены наиболее значимые гуманитарные и социальные проблемы, актуальные вопросы в сфере воспитания и просветительства. И, конечно, неизменное внимание уделяется сбережению и изучению исторического наследия, которое является надежной духовной опорой нашего многонационального народа. В этот торжественный день желаю вам преуспевания на Неве нравственного воспитания и пасторско-богословского образования. В семинарии и сегодня продолжают сохранять традиции отечественного духовного образования. В ее стенах выросло немало известных церковных деятелей, пастырей и ученых. Чего только стоят имена прославленных хирурга Николая Бурденко и историка Василия Ключевского. В Московском театре мюзикла состоялось вручение первой просветительской премии «Знания» в торжественной церемонии награждения, организованной одноименным российским обществом. Принимали участие выдающиеся представители сферы искусства, культуры, науки, бизнеса, медиа, эксперты, авторитетные, общественные и государственные деятели. В ходе отбора лучшими из более чем 3000 претендентов на победу были названы 14 проектов и 11 просветителей. Одним из них в номинации за вклад в просвещение на радио и ТВ стал наш коллега, директор по производству и генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс». Павел Владимирович Прохоренков, Пенза, автотелепрограмм о Пензенском крае. Нести просвещение на телевидении и радио – это не тот жанр, где можно сразу быстро стать популярным, узнаваемым и знаменитым. Наверное, в жанре развлекательном, например, это сделать проще. Правда, Иван? Увежден, что да. И в информации это тоже непросто. Но вот эти люди, тем более, особенно в регионах, они настоящие созидатели. Они подчас, их миссия сравнима с самопожертвованием, порой совершенно бескорыстно, не думая ни о каких карьерах, они несут то, что привыкли нести – знания и просвещение. У нас было четыре претендента на награду. Вот не расстраиваюсь, не жалею, что не получил заветную статуэтку с буквой «З». Быть финалистом первой просветительской премии знания – это уже оценка. Такие мероприятия, они вдохновляют, окрыляют, внушают надежду, что не напрасен весь труд моей жизни. 22 года я занимаюсь телевидением, в телевидении в жанре инфотеймент, развлекая просвещать или просвещая развлекать. Добавлю, что за годы работы Павла Прохоренкова на «Экспрессе» было создано множество телепрограмм, рассказывающих об истории региона, его уникальных жителях, памятниках, традициях. Это такие проекты, как «Робинзоны», «Добрые молодцы», «Пензенский променад», «Одноклассники» и другие. Теперь о COVID-19. Кривая заболеваемости по-прежнему идет на снижение. Так, за минувшие сутки диагноз подтвержден всего у 350 пензенцев. Это минимальный показатель за последние полтора месяца. Всего же за весь период пандемии в списке выздоровевших 95 051 человек. Тем временем по количеству выздоровевших в Пензенской области вновь отмечен рекордный показатель. Накануне закрыли больничные 688 пациентов. Таким образом, всего вылечившихся уже 69 700 жителей региона. В период пандемии некоторые пензенцы остались без работы. Помочь им и другим жителям региона, оказавшимся в трудном материальном положении, призвана такая мера поддержки от государства, как социальный контракт. Программа начала действовать в 2021 году. Договор уже заключили порядка 630 человек. Один из них – герой нашего следующего сюжета. Здесь переходники, сами по себе трещотки, упрощающие работу. То есть уже нужно не самостоятельно крутить, а с помощью фиксаторов работать. Далее, вот купил очень хороший прибор. Это лазерный уровень. Ренат Алюшев по социальному контракту получил 200 тысяч рублей. На эти деньги закупил современное оборудование для работы по металлу. С его помощью мужчина может справиться с заказами практически любой сложности. Пока трудится один, но в дальнейшем бизнесмен планирует нанять помощников. Долгое время он сам работал на другого предпринимателя. Но пандемия изменила многое. Искал работу с началом пандемии. Я потерял заработок свой. И здесь получилось, что появилась такая возможность. Это что-то новое. Почему работать на кого-то, если я могу работать, попробовать сам на себя. Возвращать средства по условиям договора не придется. Вообще же на развитие индивидуального предпринимательства малоимущие граждане могут получить до 250 тысяч рублей стартового капитала. Таким шансом изменить жизнь в этом году воспользовались порядка 230 пензенцев. Но организация собственного дела – не единственный вид помощи в рамках соцконтракта. Направление деятельности в рамках социального контракта предусматривает, прежде всего, активные формы выхода из семьи или одинокопроживающего гражданина из той трудной жизненной ситуации, в которой он оказался. Это, прежде всего, содействие в поиске работы гражданина, оказание содействия в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, введение личного подсобного хозяйства. Получателями государственной социальной помощи на основании социального контракта могут быть малоимущие семьи и одинокопроживающие граждане, которые по независимым от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области. А с 24 по 29 декабря в Пензе в одном из крупных торговых центров будет организована первая ярмарка самозанятых. Желающим принять в ней участие, необходимо в ближайшее время заполнить заявку. В ней нужно указать свою фамилию, имя и отчество, описать продукцию, которая производится, или оказываемые услуги. Также следует добавить контактную информацию, в том числе сайт или аккаунты в соцсетях. Электронное письмо ждут по адресу, который вы сейчас видите на экране. Торговые места предоставят бесплатно, но их количество ограничено. Занять прилавки смогут действующие самозанятые, зарегистрированные на территории региона. А вот в образовательных учреждениях региона не все так хорошо. Во время недавней проверки областная прокуратура выявила там ряд нарушений законодательства в некоторых учебных заведениях. Соответствующим образом не было организовано питание детей с ограничениями по здоровью. Таким ребятам, обучающимся дома, должны предоставлять сухпайки или компенсировать их родителям стоимость горячих школьных обедов. Но этого правила придерживаются не везде. Были нарушения у нас в Пачаловском районе в текущем году, когда прокурорам Пачаловского района как раз таки было установлено, что детям не компенсировалась стоимость питания, безусловно. Они не обеспечились сухими пайками. Он обратился в суд в защиту прав таких детишек. И судебным решением более 300 тысяч взысканных в пользу родителей. В настоящее время компенсация полностью погашена. Кроме того, в Октябрьском районе Пензы из 128 ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, которым положен диетический стол, питанием были обеспечены лишь 22. В адрес начальника управления образования города было вынесено представление. Сейчас специальное меню разрабатывается. Сотрудники регионального управления МЧС в свою очередь отправились с проверкой в микрорайон Заря. Поводом послужило серьезное ЧП, которое произошло там в конце прошлой недели. Тогда в результате взрыва газа в одном из домов пострадал его хозяин. Теперь задача ответственных лиц – предотвратить повторение ситуации. Я постоянно подхожу к котлу и смотрю, как он работает, что там щелкает и шумит в нем. Еще никогда вопрос о справности газового оборудования так не волновал жителей микрорайона Заря. Поводом для всеобщего беспокойства стал взрыв на улице Вигеля, 32, полностью разрушивший дом. Мужчина, живший там, был другом семьи Татьяны Скворцовой. Мы хотели уже бежать его вытаскивать, хотя бы труп. Потому что тут так рвануло, что у нас дом сотрясся. Все в шоке были, какой взрыв. И причем там взрывался и взрывался, все это продолжало и горело. И так как он стоял, курил около окна, его вышибло. Получается, сюда на дорогу, да. Он там немножко покричал, наверное, как вот от контузии. И пошел к нам сюда, своими ногами. Пострадавший получил при взрыве многочисленные ожоги. Сейчас он находится в больнице. За его жизнь продолжают бороться врачи. Теперь главное не допустить повторения подобных ЧП. С этой целью и приехали в Зарю участники межведомственного рейда. Там, где хозяев не удавалось застать дома, профилактические листовки опускали в почтовые ящики. Другим лично напоминали о правилах эксплуатации газового оборудования. Вот по весне мы проверяли. Вытяжки, нормально все вытяжки. Потому что у многих тоже вытяжки бывают. Не, не, ну у нас новый дом. Ему так встречи и год. Вот номера телефонов. А, ну это я у нас. Даже при нулевом балансе главное назвать правильный адрес. Потому что у вас уже проезды здесь есть, чтобы пожарные могли. У нас электрокотел пока. Электрокотел. Если вдруг пожар. Знаете, как вызывать пожарных? Сотово. Вот, держите. Вот здесь написано. 101, 112. Там же многие тоже теряются. Начинается 104, 01. Статистика свидетельствует. Самые большие хлопоты сотрудникам МЧС доставляет не многоэтажная застройка, а именно частный сектор. Здесь пресловутый человеческий фактор – основная причина трагедий. Кто-то неправильно обращается, кто-то неправильно монтирует, кто-то просто, не знаю, в состоянии алкогольного опьянения эксплуатирует газооборудование. То есть кто-то что-то не докрутил, открыл, забыл, потухло, погасло, форчик открыл. То есть причин может быть большой количества. То есть из-за чего и как. Просто повнимательнее к этому относиться. В том числе к газооборудованию. Ну и к себе. За 11 месяцев этого года в областном центре произошло 464 пожара. Для сравнения, в прошлом за тот же период было 537. Спасатели говорят, чем чаще граждане будут проявлять сознательность, тем меньше станет тревожных звонков по номеру 101. Пензенские полицейские задержали 36-летнего жителя соседнего региона. При личном досмотре у него обнаружили 20 свертков, предположительно с наркотиками. Позже в квартире, которую мужчина арендовал в Октябрьском районе областного центра, стражи порядка нашли пакет с веществом желтого цвета. Экспертиза установила – это героин. Со слов подозреваемого, в Пензу он приехал 27 ноября 2021 года с целью сбыта наркотических средств. Данное наркотическое средство массой около 70 грамм мужчина забрал через тайник-закладку в лесополосе на территории Октябрьского района и хранил с целью дальнейшего сбыта на территории города Пензе. Сейчас злоумышленник в ожидании суда находится под стражей. Продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Галерея курток на Победа-8. Такой магазин в Пензе всего один. Здесь представлены куртки и пуховики по оптовым ценам напрямую с фабрик производителей. Не в ущерб качеству и стилю. Более трех тысяч моделей. Уважаемые жители Пензы, приглашаем вас в наш фирменный магазин верхней одежды «Галерея курток», расположенный по адресу проспект Победы-8. Тем более, сейчас у нас представлена новая коллекция верхней одежды. Все куртки разнообразны по цвету и фасону на любой возраст. Размер до 72-го. Магазин «Галерея курток» приглашает за обновками по адресу. Победа-8 напротив памятника Победы. Организация «Похорон». 305555. Круглосуточно. Продолжаем выпуск. Его вклад в искусство бесценен. В областной филармонии состоялся гала-концерт художественного руководителя и главного дирижера губернаторской симфонической капеллы, заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского. В октябре этого года известный музыкант отметил 80-летний юбилей. Елена Моисеева была среди тех, кто поздравил маэстро. Хорошая и лечит, плохая и калечит. Но мы стараемся с хорошей музыкой иметь дело, да. Перед выходом к зрителям маэстро рассуждает, как сам говорит, о главном хобби. Вот уже 75 лет Владимир Каширский, что называется, живет музыкой. 80-летний день рождения. Заслуженный деятель искусств России. Поздравления принимает, конечно, на сцене. Симфоническая капелла, визитная карточка нашего края, была создана 18 лет назад. С первого дня ей управляет сегодняшний юбиляр. Такие коллективы есть только в Москве и в Санкт-Петербурге. Но Владимир Викторович хотел, чтобы на Пензенской земле был такой коллектив. И, конечно же, благодаря поддержке и города, и области, было сделано все, чтобы этот коллектив родился. Пьетцола, Моцарт, Бах, Верди, Кальман, Глазунов, Шишкин. В этот вечер звучали шедевры мировой академической музыки. В концертную программу к юбилею включили жемчужины из богатейшего репертуара капеллы. В ней все и классика, и современная музыка, и джаз, и все на свете. То есть настолько широка палитра репертуара нашего коллектива, поэтому мы можем спокойно с любой программой выступать. Участие в концерте приняли и приглашенные артисты. В их числе лауреат международных конкурсов Иркен Мустафин. Уроженец нашего региона. Творческий путь начинал под руководством Каширского. Сейчас работает в Казани. Под началом Владимира Викторовича я проработал с сентября 2012 года по сентября 2016. Мало того, что умеет управлять коллективом, а у него прекрасно получается, что он мягкой силой обладает в полной мере. В свои 80 лет Владимир Каширский не устает повторять, что музыка – это его личный секрет долголетия. В планах юбиляра и дальше жить и работать на благо Пензенской области. Антология Сурского края в мемуарах, художественной литературе и исследованиях, состоящей из восьми томов, в ближайшее время пополнится еще двумя. Пробные издания по 300 страниц каждая практически готовы к выходу в свет. Так, девятый сборник будет посвящен Михаилу Салтыкову Щедрину, который в середине позапрошлого века возглавлял Пензенскую казенную палату. В юбилейный десятый том войдет большая подборка документов и писем военачальника, поэта и героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. Некоторые авторам, один из которых крывет Игорь Шишкин, удалось отыскать на французском языке. Их опубликуют впервые. Мы все только цитируем, что Пенза, моя вдохновительница, скажем, Евгения Золотарева, его там последняя любовь. А никто не читал этих писем. Их нет. Его сын генерал сжег, дабы не порочить память отца, там побочными какими-то его явлениями в жизни. Более подробно об очередных томах антологии Пензенского края, а также о том, почему важно сохранять историческую память и формировать патриотизм, речь пойдет в программе «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир сразу после этого выпуска новостей. И к этому часу у меня все. Еще больше новостей найдете на нашем сайте. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Завтра на западе Пензенской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 2 до нуля, днем от минус 5 до минус 2 градусов. В восточных районах Пензенской области переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер северный, северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2-1, днем от минус 6 до минус 1. В Пензе пасмурная погода. В первой половине дня возможен небольшой снег. Ветер северный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, днем до 6 градусов мороза. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Официальный курс Центрального банка России. Доллар 73 рубля 60 копеек, евро 83 рубля 34 копейки. Редактор субтитров А.Семкин